Архитектура города и личная культура. Оказывает ли влияние одно на другое? Вопрос философский, на деле совершенно бытовой. В Вишкороле впервые состоялось заседание Волжского регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. Воспользовавшись случаем, наша съемочная группа поинтересовалась у гостей. Какое влияние на их взгляд оказывает на людей архитектурная среда города? Академики, члены-корреспонденты, советники. Более 20 человек из 12 российских городов приехали в Вишкоролу с одной целью – подвести итоги работы Волжского регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. В столице Мурел многие из них побывали впервые. Владимир Травуш – не исключение. Казалось, кого-кого, а уж удивить заслуженного строителя России, старшего инженера проекта Останкинской башни, одного из авторов Москва-Сити, практически невозможно. Просто восхищение и восторг от того, что мы увидели. Я никак не ожидал, что можно увидеть новые районы, которые сделаны по единому, как мне кажется, архитектурному замыслу. И очень логично вписались в природный ландшафт и создают просто замечательное цельное представление о архитектуре города. Городское пространство на человека влияет и подсознательно, и напрямую. Иначе от чего люди всегда стремятся переехать в более престижные районы города, чтобы каждый день вид из окна радовал, а не угнетал. Граффити на фасадах жилых домов. Увы, но подобные настенные живописи еще можно увидеть на улицах нашего города, преимущественно на окраинах. Что не скажешь о центре города. Прогуливаемся по Ишкаролинской набережной. Картина радужная, преимущественно по периметру чистые стены. Возможно, вандалов останавливают камеры видеонаблюдения, установленные здесь. А возможно, у них просто рука не поднимается испортить то новое, что строится для нас, горожан. Это естественно, именно эта среда, она и воспитывает человека. Ведь человек воспитывается в той среде, в которой вот он живет. И в зависимости от этой среды, которую мы создаем, и меняется человек, и его отношение ко всему окружающему. Он задумывается, он думает, он мечтает, сравнивает и что-то себе как бы предлагает. Может, другое, может, что-то. Это говорит и о его развитии. И самое главное, что он не безразличен ко всему, что создается вокруг. Заразителен не только дурной пример, но и хороший. Микрорайон Ширяйково, окраины Ишкаролы, сентябрь 2014 года. Около 200 человек впервые за много лет вышли на масштабную уборку территории. Месяц спустя при поддержке мэрии города здесь началась полномасштабная работа по ликвидации старых дровяных сараев. Для меня важны такие мероприятия, потому что дети смогут спокойно здесь играть. Возможно, здесь будет будущая площадка какая-то дополнительная для, например, этого дома. Конечно, поверить в то, что каждый житель города вдруг с завтрашнего дня перестанет бросать мимо урны окурки, выйдет на субботник или вовсе самостоятельно установит во дворе детскую площадку довольно сложно. С другой стороны, когда ребенок с детства видит красоту, говорят психологи, он к ней не только привыкает, но и пытается создавать ее вокруг себя. Меняют ли горожане город или это город меняет людей, покажет, пожалуй, лишь время. Не исключено, что поколение ишкаролинцев, появившихся на свет именно в таком городе, будет в чем-то даже лучше нас.